доброе утро дорогие друзья да именно к вам я обращаюсь тем кто только сейчас проснулся только сейчас присоединился потянулся делай зарядку всем хорошего настроения и бодрого дня в студии программа новый день сегодня иван камельков и елена милит проведут эти полчаса с вами да друзья очень вам рада пусть даже не видеть но хотя бы ощущать потому что седьмой сезон нашей программы у нас и вы наши друзья позвольте вас так называть тем более что сегодня международный день друзей без друзей все-таки в жизни очень сложно ведь это те люди которые тебя всегда поддержат которые помогут вот действительно и в горе и в радости потому что в горе посочувствовать может каждый а вот искренне порадоваться за тебя далеко не все но вот про друзей если он начал разговор да я замечу вот такую вот интересную особенность да с каждым годом или с каждым разом друзей почему-то становится все меньше да вот все таки у тебя друзья мужчины или женщины вот говорят там женская дружба какой-то не бывает у меня есть друзья мужчины и возможно мне даже с ними проще общаться чем женщинами но меня есть друзья женщины их очень мало и наверное я это ценю больше потому что мне кажется женщинам дружить сложнее сегодня у нас будет очень интересные рубрики это конечно гороскопы и время есть и будет жанна чистого вероногими друзья мы узнаем если дружба между человеком и питомцами и животным это тоже кстати в тему нашей сегодняшней программы а пока давайте подкрепимся месяц алина вдовиченко запишем очень интересный рецепт в рубрике время есть маленькими кусочками нарезала куриное филе и сейчас отправлю обжариваться минут на пять также мелко нарезали грибочки и отправляем все курочки после того как вода выпарилась мы добавляем весь пакетик по рецепту сметанки нет есть только молоко но я хочу немножко добавить так но теперь добавляем молочко написано пол литра но я поменьше сделаю где-то миллилитров 300 ну и теперь тушим нашу красоту все потушили мы буквально несколько минут и теперь добавляем макарошки а точнее пасту пасту ребята на какие макарошки теперь все посыпаем сыром небольшим количеством и не нашу вкусняшка готова ну что ж мы продолжаем нашу программу и пришло время обсудить самые интересные новости страны и мира елена мильвит давай полетели я люблю это говорить уже привыкли и не воспринимаете что я там немножечко того какую-то новость приготовил емин и так еминские рыбаки нашли в трупе кита редко вещество стоимостью полтора миллиона долларов но обо всем по порядку емин это одна из беднейших арабских стран был кашалот мертвый кашалот в аденском заливе и 35 рыбаков в этот момент присутствовал они обнаружили амбру вот так называется это вещество и стоимостью полтора миллиона долларов для рыбаков найти амбру это на самом деле просто найти сокровище потому что это страна бедная денег нету тут они могут продать и безбедно жить очень и очень долгое время они вытащили кашалота разрезали чтобы посмотреть там в животе почему они это сделали потому что почувствовали сильный резкий запах и но они сразу поняли о чем идет речь они так и сказали запах был не очень приятный но это означало много денег то есть деньги пахли там не очень вкусно деньги все понятно для меня не что такое амбра да сейчас я тебе все расскажу если вот быть дословными то амбра это твердое горючее воскоподобное вещество со специфическим запахом она образуется вот кстати в пищеварительном тракте кашалотов самцов кашалотов вот и очень она редкая она встречается примерно у 5 процентов особей кашалотов то есть на самом деле она очень высоко ценится в парфюмерии используется как фиксатор запаха для изготовления самых дорогих духов на то есть кому-то повезло и возможно выйдет вскоре новый аромат много интересного новости давай следующую полетели в лондон и циемину и так ведущий bbc про с ним произошел скандал так какой и так телеведущий раз что он делал он рассказал о правилах путешествий в условиях пандемии и о политической ситуации в израиле здесь я думаю он потом сказал огромное просто спасибо в кавычках оператору да который взял план сбоку голосу вот посмотрите он просто берет план сбоку я поставлю на паузу да вот сейчас покажу да да он просто в шортах сверху галстук и пиджак снизу у него шорты показали да и разразился действительно скандал по этому поводу не всем это понравилось как так это может быть но с другой стороны ну почему бы нет представляете вы сидите не просто в офисе это был самый кстати один самых жарких дней или начало лета в лондоне когда вот записывался этот выпуск новостей очень жарко а еще когда ты сидишь под софитами то есть я его прекрасно понимаю почему он шорта прекрасно понимает и сейчас она тоже находится в шортах и так теперь сша мы летим в государственный парк который находится в арканзасе в штате арканзас и этот парк называется алмазный кратер ухты в этот день там гулял некий крестьян ли дэн и он искал драгоценные камни потому что в этом парке имеется поле доступное для публики любой желающий может по подачать и поискать драгоценные камни и вот крестьяну действительно повезло потому что он нашел камушек более чем 2 карата и почему повезло ему я считаю что это действительно очень символично потому что он давно мечтал сам найти компоненты для бручального кольца которым подарит невесте и он собственно ручно хочет изготовить такое важное украшение поэтому вот его мечта стала так ближе осязаями кто еще тот всегда найдет прямом и переносном смысле а мы уже закончили прием заявок на наш так милый детский конкурс смело мелом да и уже сегодня в 16.00 в парке строителей города ангарска состоится праздник для всех участников и награждение победителей не всегда любопытно кто же придет к жанне а я знаю кто это будет это будет симпатичная лошадка скажет ли на и гу-го узнаем прямо сейчас одежду ведущим предоставил бутик женской одежды и белья прима карла маркса 40 здравствуйте дорогие друзья с вами рубрика живая среда мы часто слышим от своих знакомых я завел собаку у меня появилась кошка но вот о том что я завел свою лошадку мы такое не часто слышим сегодня я хочу вас познакомить с кристиной девушка которая наверное исполнила свою мечту которая воплотила ее в жизнь и появилась своя собственная лошадь и и питомец кристина здравствуйте здравствуйте ну представьте нам своего друга это конь по кличке троян троян так ну расскажите свою историю как получилось что у вас вот появился такой питомец я ходила на конюшню с самого детства я знаю этого коня буквально вот он совсем молодой очень молодого его знаю он мне очень всегда нравился у меня была мечта именно вот его выкупить но получилось так что сначала мы завели другую лошадь и в силу не у своей неопытности я с ним не справлялась и получилась вот просто вот идеальная возможность обменять ту лошадь на вот эту и моя мечта собственно и исполнилось что теперь у меня есть это ваш собственный конь и ваша лошадка прежде чем завести лошадь все ли вы знали о том как за ней ухаживать как ее дрессировать как кормить ну в общем это серьезное животное до содержать лошадь это ну не просто это очень непростое дело какой-то начальный опыт у меня был то есть с ним я справлялась потому что я его знала то что я знала как это все должно происходить ну и постепенно опыт добавляется добавляется с течением времени сколько ему сейчас лет ему где-то 17 лет уже это взрослый да вот кристина скажите вот у каждой собаки даже у кошки у любого другого питомца есть свой характер вот какой характер у трояна как бы это странно не звучало у него идеально совпадающий со мной характера хороший друг или он вот упрямый или он поддается хорошо дрессировки ну вот они же все разные абсолютно он очень характерный не хочется что-то делать но его нужно замотивировать и тогда он будет просто делать все что ты попросишь и будет стараться максимально сотрудничать а вот он четко понимает что вы его хозяйка это вот вот по-настоящему лошадь чувствует что у меня только его хозяйка он слушается только вас но встречает он меня меня он не легает за мной хвостиком ходит за другими может не пойти то есть и гогокоит когда меня видит здорово вот действительно сейчас вот я пытаюсь с ним стоять как бы разговариваю вот он от меня отворачивается хотя кристине он прямо всей душой но расскажите за каждым питомцем нужно ухаживать мы знаем что собаку нужно кормить и выгуливать за котом тоже свои условия ухода что и как вот распорядок дня у вас вот с вашим трояном как вот у вас устроен день для лошади важно движение движение это жизнь я тут появляюсь не очень часто поэтому он тут работает занимается ипотерапией с детьми то есть прокатом то есть он у вас вот стоит где-то вот на какой-то территории вы арендуете где вот находится ваш конь не в своем доме а где-то есть его место гостиница так сказать какое питание как вот вы подбираете рацион ему питается он пасется целыми днями на траве трава очень полезно питательными веществами это все что необходимо для лошади которая несет легкие нагрузки и для счастливой жизни это очень даже подходит так но питание летом понятно питание зимой она уже другая вес фанатизма без фанатизма кристин я знаю что вот такое грациозное животное еще помогает вам делать хорошие фотосессии вы увлекаетесь этим да как так получилось что вы подметили что вот можно конь очень любит позировать очень харизматичный и много что умеет так обращались знакомые друзья что вот есть у тебя лошадь можно сфотографироваться мы поняли что коню это нравится всем фотографии потом нравятся что красиво получается у вас такой очень хорошие с ним фотосессии получается а занимаетесь ли вы дрессировкой чему вы учите да я вдохновилась видео на ю тубе от зарубежных конников которые дрессируют своих лошадей и мне захотелось тоже своего чему-нибудь научить то есть по видео урокам и некоторые сама вот импровизирую и чему-то его учу а вот вы понимаете когда у него допустим плохое настроение или хорошее как вот вы с ним можете наедине посидеть поговорить о чем-то бывают такие как да конечно бывают мы же чувствуем друг друга выходите иногда в поле просто вместе походить погулять да да очень поднимает настроение и душой отдыхаешь когда находишься с таким животным кристина я знаю что вы в этом году заканчиваете школу сдаете экзамены если не секрет определились уже с профессии профессия к сожалению примерно я не связана с лошадьми но в любом случае я не собираюсь отдаляться от этой темы всегда будете ряда лошади это то что в душе лежит и от этого никуда не деться спасибо вам большое за встречу всем хорошего лето пока а нас в этой студии уже трое только что к нам присоединился глеб пичкин это начальник отдела социально-реабилитационной работы областного центра реабилитации воля глеб здравствуйте здравствуйте сколько много слов реабилитация да сразу понятно о чем мы сейчас будем говорить мы в июньских выпусках нашей программы говорим в основном про здоровье детей подростков как уберечь их от пагубного влияния стали негативных всех явлений вот все таки наверное вопрос будет касаться следующего да вот как в пору каникул когда возможно друзья да которые так или иначе там предлагают тебе снюс жевательные различные курительные какие-то смеси вот как сделать так чтобы вейпы да кальяны как сделать так и убедить ребенка чтобы он отказался от этого необходимо обращать внимание это на время препровождения ребенка то есть как обустраивается свободное время детей особенно в каникулы летние вот очень хорошо как когда в это время ребенок чем-то занят и я сейчас говорю не о том чтобы он копал огороды либо что-то еще тоже очень полезно с одной стороны да но не очень хочется вот очень хорошо когда ребенок озадачивается какой-то деятельностью скажем каких-то кружках каких-то секциях вот очень полезно когда у ребенка есть возможность вместе с такими творческими коллективами секциями поезжать на какие-то поездные мероприятия скажем так на байкал на природу в походы она создает правильный так называемый социальный круг социальное окружение где навряд ли будет такие моменты как снюсы вейпы и все остальное не момент второй насколько эта тема вообще открыта и раскрыта для обсуждать обсуждение в семье потому что если эта тема под запретом естественно ребенок ничем делиться вообще не будет ни с кем и если вдруг ему предложат он это скорее всего утаит никому не скажет это окажется в тайне и очень много шансов что он все таки попробует это дело сделать если уровень доверия достаточно высок то в принципе в таких ситуациях он может позвонить там родителям обратиться к друзьям там педагогу если он есть рядом да вот и значит об этом сообщить что так и так что мне делать вот если например на ребенка воздействовать сугубо скажем так агрессивно да то есть применять нему какие-то жесткие меры например как моем действии когда начал баловаться сигаретами то мать меня садила перед собой давала мне сигару играть тут пока не не скуришь дому не пущу вот мне было плохо мне было обидно но курить я не перестал к сожалению плохой метод поэтому такой подход он многим родителям кажется наиболее легким но тем не менее он не столь эффективен как хотелось бы в конце июня мы будем отмечать такой вот день до день борьбы с наркозависимостью вот как вы планируете центром этот день провести какие мероприятия какие проекты ну у нас собственно ничего замудренного потому что основная тематика данного мероприятия она направлена на здоровый образ жизни и на профилактику соответственно мы собираемся нашими подразделениями у нас их целых пять вот мы собираемся вместе с ребятами кто проходит реабилитацию сотрудники консультанты и устраиваем развлекательную программу в которую включены спорт мероприятия турнир по футболу вот это интеллектуальные игры викторий на все остальное будет очень много гостей из разных районов из ангарска в том числе наши коллеги из перекрестка вот то есть но будет очень много народу будет весело будет плов как то так то есть какой вот возраст самый вот юный наверное который к вам попадал ой ну самый юный это было 14 лет 14 лет и уже зависим по идее по закону мы и младше не имеем права они есть реабилитацию сейчас их очень мало ну это скажем так обусловлено тем что в таком возрасте еще не совсем сформирована личность подростка вот структурой мнений и солидарности и всего остального поэтому отделить скажем так какие-то такие личностные характеристики от зависимости очень сложно во-первых во вторых ну правда еще люди не сформированы поэтому кажется что это все прикольно интересно это какой-то там путешествие увлекательное в жизни и они не совсем понимая с чем они столкнулись как понять родителю да что его ребенок скорее всего что-то такое употребляет по каким-то внешним признакам что это зрачки ты какой-то измененное какие-то измененные движения вот что может об этом сигнализировать первое на что стоит обращать внимание это на эмоциональный фон если он нестабильный есть если он начинает резко скакать там утром он там радостный днем он плачет вечером он агрессивен и так далее и так далее если слишком частая и явная смена настроение это первое на что стоит обращать внимание второе когда человек становится очень скрытным опять же агрессивным враждебно настроенным когда он не делится тем что у него происходит в жизни когда нету доверия то есть это тоже может на это указывать ну и такие вот уже второстепенные аспекты когда появляются непонятные знакомые новое когда человек постоянно пропадает из дому появляются какие-то звонки к которым хочет утаить там да уходят в комнату например кто-то позвонил там если спрашивали кто звонил ну там вот там всем неважно да и так далее вот если мы говорим именно о таком наркотике как соль то тут стоит вот прям самый очевидный факт когда человек начинает терять вес то есть есть а есть такой момент если люди подсаживаться на наркотик на системное употребление они очень сильно за короткий период теряют весе да ну это ужасно к имуете если родители замечают такие моменты ну сразу же бить тревогу сразу куда обращаться можно вам в ваш центр позвонить нужно обращаться нам потому что у нас работают на линии психологи которые могут оказать первую первичную консультацию вот можно к нам приехать можно позвонить мы можем дать рекомендации инструкции что делаете как себя вести в этой ситуации потому что ну самая первая ошибка это когда родители это утаивают и так самостоятельно нет и находится в отрицании нет 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 с моим ребенком такое не может быть не может быть с кем угодно это не про него он просто устал он просто то то они его оправдывают вот и все забота обер а по сленгу тоже да как-то можно какие-то слова появляются вот я почему это говорю я знаю что через некоторые соцсети например занимаются продажи вот этих вот синтетических наркотиков и то есть я думаю родителям тоже стоит обратить внимание когда вы перестаете абсолютно понимать сленг своего ребенка было одна девочки 18 17 лет она попала на реабилитацию ее мать как она попал ну вышла скажем так на нас на помощь она да она значит вступила в эти группы она скачала в себе то есть она полностью овладела этой информацией и только таким вот образом скажем так окунувшись во всю эту историю вовнутрь и изнутри она вот смекнула что ты не просто какая-то там развлекуха это уже но опасно тем последнее время мы встречаем в новостных сводках как людей которые так или иначе были заподозрены и заподозрены в употреблении наркотиков до этой и тима белорусских это в пьяном виде элджей да вот как как вы относитесь к этой ситуации да как с этим бороться да невозможно же от соцсетей оградить людей но так или иначе эти люди являются для молодежи кумирами проблема в нашем обществе скажем так проблема даже не столько в обществе а в отношении общество к данной проблеме то есть но у нас почему-то сложно такая так есть теоретипы что эту тему обходят постоянно все и и не любят и и не хотят обсуждать мало уделять внимание общество складывается понимание что если кто-то столкнулся с проблемой зависимости то это прямо это все это жесть лучше не лезть их надо сажать бить там не знаю давать ему лопаты и все остальное пример все знают группу металлика все знают что барабанщик этой группы есть проблемы с алкоголем он алкоголик по огромным стажем у них были запланированы гастроли на двадцатый год не вспомню сейчас где но если не ошибаюсь по и и европе он сорвался он стал употреблять вместо того чтобы насчет ехать в турне он лег в рехаб в центр реабилитации рехаб совершенно верно и остальные члены его команды извинились перед всеми фанатами они открыто сказали что с ним где он фанаты отнеслись с пониманием с уважением то есть ну понимаете уровень иной уровень люди в открытую об этом говорят потому что это они поняли что это болезнь это болезнь человек лечится все нормально ребят извините деньги вернулись за билеты все нормально перенесем отыграем то есть подход и взять наших жигана того же взять и кассиво много кто поддержал после его таких это запоминающихся прямых эфиров и скорее знаете здесь еще про отношения с самих зависимых ко всему этому кто-то может этим кичится да там приходить в студию там да как витам да все нормально да это там пустячок да пройдет то есть а здесь совершенно иной иной подход человек перед на себя ответственность за свою за всю историю я болею все ребят я ушел ну очень интересно пообщались да и примеры вы такие значимые да скажем таки запоминающиеся привели поэтому большое вам спасибо вот честно я вам желаю поменьше реабилитантов это значит что у нас общество меняет свой подход и интерес у них другие появляются это говорит о том что у нас будет здоровая нация у нас в гостях был глеб пичкин это начальник отдела социальной реабилитационной работы областного центра реабилитации воля и на этом мы нашу программу сегодня заканчиваем в эфире для вас работал иван камельков елена мильвет всего доброго увидимся всем удачи всем пока овен очень благоприятный день с деловой точки зрения вы отлично справитесь с решением нестандартных задач телец не торопитесь так вам будет легче не пропустить подсказки которые направят ваше внимание на что-то важное близнецы избегайте хаотичной активности и контролируйте вспышки энтузиазма если они мешают выполнять прямые обязанности рак придется строго контролировать побуждение и желание чтобы продолжить заниматься основной деятельностью лев фон всех событий будет неровным все минутные интересы и желания лучше отодвинуть на второй план заняться работой дева не спорьте с судьбой но следуйте ее оказанию работа и отношения с окружением будут требовать особой тщательности весы профессиональные амбиции стоит отодвинуть на второй план если интересы семьи требуют больше внимания скорпион импульсивные действия могут привести совсем не туда куда бы вам хотелось попасть стрелец день будет отмечен повышенной нервозностью запланированные мероприятия пройдут не так как ожидалось козерог на пике интереса или острой необходимости будут возникать новые идеи тщательно их фильтруйте и откладывайте про запас водолей в отношениях с близким человеком будет много недомолвок если ничего не выяснять то можно услышать много интересного рыб поддержите своих партнеров ближайшее время все жизненно важные вопросы решаться только с их участием а а Редактор субтитров А.Семкин